Для тех, кто не в курсе, особенно Ньюфаги, это рубрика модов, только новых на этой неделе, не за всё время игры. Некоторые этого до сих пор ещё не понимают. Кры, твоё, и ещё кое-что. Убери ребёнка от экрана АПГ-13, тогда не убирай, мать твою. Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейдун, и добро пожаловать в игру Skyrim. Сегодня мы с вами посмотрим на 10 новых модов на этой неделе. Ну что ж, начнём с самого первого мода, значит он изменяет у нас Валерику и Сирано. Вот они вдвоём идут, я с помощью консоли их сюда призывал, не знаю, как Валерика домой попадёт, но... Как же хорошо снова быть дома. Ага, а ты уже дома, ты дома, ты дома. Значит, вот, ребят, внешний вид изменён Валерике и Сираны. Очень много на них есть реплейсеров, намного лучше, чем это, но это вышло только что. Поэтому я вам их показываю. Кому нравится, пожалуйста, они... Они больше похожи для аниматянок там разных, да? В общем-то, стиль у них такой... Что это было? Ладно, привычка женщина. В общем, Сирана. Вот она, прям, похожа очень сильно на аниматянку. Стоять! Почему я не могу тебя взять в команду? Сирана? Ты посмотри на её лицо, она прям... 2D-тянка настоящая, нормана, да такая? Что, что? Тебе не нравится? Что ты сказал? Йо-йо-йо-йо, баба, кто мне это сказал? Какой-то жирный анал. Со мной армя Джудану, бро. Лучше подготовь мне своё ебло. Что-что? Ты что-то мне сказал? Зря ты, сынок, вообще на аниме наезжал. Кто бы что бы не говорил, открыв рот, ты уж сглотил. В комментах хейт написал. Красной попу макаки поцеловал. Передачил своё продал. Правда, Риля, лучше бы ты молчал. Следующий новый мод вышел на небольшой домик для твоего игрока. Расположен он рядом со западной стражей башней. Дом, солнечный день. В общем, пойдём зайдём. Тут две двери, два отсека. Один накопительный, где есть твои трофеи. А второй, это обычный дом для твоего игрока. С разными плюшками. Так, АНБ я на время отключу, думаю. Вот так. Чтобы вам видно было. Без разных рамок. Вот, пёсик по имени Граф. Живёт в этом доме. Что ещё? Вот эта вот текстурка меня напрягает немножко еле. Она прям вышла не знаю откуда. А так, в принципе, всё очень даже мило. Уютная барная стойка. Вот, еды много покушать можно. Два места для твоего, не знаю, сынишки или дочурки. Тут присутствует... Тут вот крипово выглядит. Крипово. Боже мой. Ладно. Вот, первая кочка для ребёнка, вторая кочка и твоя. А вот, нормально. А теперь давай я тебе покажу трофейную комнату. Надо выйти и там зайти через другую дверцу. Заднюю. Не заднюю, а переднюю. Где-то здесь она должна быть. Во. Пойдём. Покажу тебе. Вот она. Красиво. Красиво. Сразу нас приветствуют картины драконрождённого арты. Много разных стенок для щита из грамора. Разрушителей заклинаний. Разных твоих трофеев. Бюсты. У меня нет с собой всех масок, но я думаю, если тут всё заполнить, эта комната будет выглядеть эпично. Железные когти даже можно, смотри. То есть, можно все когти в одном месте собрать. Ну, стандарт для всех мода домов. Они обычно делают такие отсеки. Не все, конечно, но делают. Следующий крутой мод, ребята, добавляют карим Дементер из вселенной Гарри Шпротера. Я нашёл возле пещеры Хоба. Не знаю, чем это связано, но они были вот здесь. Это у нас рядом Дан Стар. Вот здесь. Должны быть ещё возле, наверное, замка Волки Хар. Где он у нас? Вот здесь. Просто я туда ещё не гонял. Мы сейчас вместе с вами можем и здесь, и там заценить. Вот. В описании моды было написано, что они обитают возле магических мест. Рядом с некромантами и так далее. Вот. Не знаю, что за пещера Хоба. Возможно... Он не нападает на меня? Похоже, что нет. Господи. Дементеры. Добро пожаловать в Скайрим. Ё-моё. Я думаю, в Карине Душ вы их тоже найдёте. Пойдём покажу возле замка Волки Хар. Опа. Вот они, да? Так я... Я вроде не вампир. Надеюсь, меня не тронут. И вроде было написано, что их невозможно убить, физически воздействуя на них. То есть только магические. Да и то не все. И они вроде не нападают. Нет, не нападают. А ещё есть заклинания по призыву их. Вот я бы заклинания проверил. Найти бы у некромантов, которые используют эти заклинания. Как мне... Он просто не существует. У него невозможно воздействовать... Магически. Кто ты? Что ты такое? Обалдеть. Не, ну ты видал? И чё мне с тобой делать, как мне тебе это самое, а? Стой, а у меня есть меню предметов, мод? Может мы просто заценим заклинания? А во! Слава Иисусу, давайте заценим. А у меня его здесь и нету. Не написано, что он установлен. То есть я его не смогу нигде забраться. Тут Таргарин щит у меня последний стоит. Ммм, подозрительно. Что ж мы тогда, как мы его... Чё? Что это было? Что-то красненькое пролетело. Что? А это я когда огонь активирую, это происходит. Дементры! Они же должны высасывать всю мою плохую... И эту самую всю жизненную энергию. Питаются всеми... Плохими качествами, все дела там. Их здесь полно. Что? Он начал нападаться на меня! За что? За что? Дементр! Льдом меня бьет. А ты? Давай! Сражайся или же сдавайся! Так, была подсказка, что их можно убивать криками. Криками их, ребят, можно. Они на крики. И это самое, только че? Могненное дыхание? Это же крик. Что это? У меня ХП! Где мое ХП? Господи! Он высосал всю мою жизненную энергию. Господи! Это же больно! Ребят! Вот такие пироги. Но если вы пользуетесь черной магией, если вы черный маг, то я вам не завидую. Тут вам дементры не помогут. Тут за вами будет грозный глаз и грюм охотиться, так что... Это намного хуже, чем дементры. Берегись! Блядба. Это же грозный глаз и грюм. Он охотник на черных магов. Каких магов? Беги, сука! Беги! Следующий мод, ребят, добавляет вот такой вот булдылбо. Это боевой молот. При скачивании у вас он будет в 2К текстурах. И опционально вы можете выбрать вариант скачать в 4К. Да, уже поверх накинуть. Вот она, давайте я вам так покажу. Боевой молот. У него анимации вроде как двуручного оружия, если я не ошибаюсь. Но... Это самое. Если вы будете использовать какие-нибудь моды на анимацию, то можете ее изменить. Да? Движения, действия, удары. Все это можно поменять. Это не проблема. Поэтому для любителей булав, больших таких вот боевых молотов, самое то. Ништяковая. Болдылба. Вот. Добавили такое оружие на этой неделе. На самом деле качественное оружие. Выходит редко годного. Там есть остальные, но они не очень. Так, мне бы кого-нибудь убить, я думал сюда приду. Завалю парочку бандитов, но тут уже никого не осталось. На ком же мне испытать эту болдылбу, а? Ау? Ау? Ладно, побежали вниз, я знаю, кого можно завалить. Тут где-то рядом с вакельной шахтой один бандит стоит. Буба! О, дорога, я думал, тебя уже не будет. Сражайся! Или же сдавайся, чтобы мир спасет разрушения! Женщина! Ты это видел? Ты видел, как она отлетела? Блин, у тебя, наверное, темно, там будет и Ютуб немножечко. Графен убавит. Ну да ладно. Отлетела она ништякова. Ау? Следующий новый мод это компаньонка с Юзи. Это реальный персонаж из комикса, из манги Угумба. А найти, ребята, вы сможете ее в Смьющейся Крысе. Ну вот она. Изначально она у вас будет голой сидеть, и у нее нет одежды вообще. А вот. Смотрите, у меня шов. Какое у вас тело установлено, с тем оно и будет работать. У меня вообще ничего на тела не стоит, поэтому шов виден. Видите, да, какая аниматюнка опять? Опять аниматюнка. Твое достал уже. Следующий мод, ребята, добавляет в игру новое заклинание по призыву Матронаха и владеющими всеми тремя стихиями. Получить вы его сможете у всех сильных, могучих колдунов соус Тейма, либо через меню предмета модов. Если он у вас установлен, то ништяк. Заходим в него. Тут я, кстати, обнаружил и Дементра. Вот. Дементр. Можно его тоже призвать. В тот раз я его не нашел. Пожалуйста, через меню предметов он доступен. Итак. Берем заклинание по призыву этого нового Адронаха. Вот он на 60 секунд. Призываем. Изучаем. Я его уже изучил. Давайте призовем. Сражается он просто опупенно. Это мод великолепный от всеми известного автора. Михаил. Монстр. Модов, наверное, помните. Его все вы знаете, да? Вот. Этот огромный. Монстрятина. Сражается он, конечно же, эпично. Я вам сейчас все покажу. Давайте кого-нибудь загрем. Вперед! Открываем. Вот. Сражение тут в баттлах просто опупенное. Электричество. Он меняет свои конфигурации. Ближний бой. Идет. Ледянухи. Дальний бой. Электричество. Огонь. Очень эпично сражается. Это прям... Не, ну... Это топ. Да, какое. Жесть. И вот это мощь. Сколько сосредоточения и энергии в нем. Обалдеть. Он сам всех вынес. Кто-то вообще сгорел заживо. Заживо, Карл. А ну ты. Зараженный пиписком носорог. Следующий эпичный дом, ребята. Необычно сделан для викинга. Вот. Чтобы не заблудились. Чтобы в этих лесах скуримских не заблудився ты. Я тебе покажу карту. Чушуа, какая карта. Ну вот она, карта что. Здесь я должен типа что-нибудь и такое сказать. Но это просто карта. Камон, блядь. Добегаем до отмеченной точки. И дальше, ребята, вы уже увидите. Издалека этот дом расположен наверху. А даже подходя к нему, он сейчас будет понемножку загружаться. Значит, чем привлекательен этот дом? Как было написано в описании мода, он расположен таким образом, что в него не нужно заходить. Слышал? В него не нужно заходить. Он типа, ну вот пришел ты, поднялся. И загружаться больше не нужно. Нет загрузочных экранов. Это дело мы сейчас с вами проверим. Вот. Поднимаемся наверх. Опа. Я тут даже меточку поставил, чтобы не заблудився. И вот, давай, давай, наверх, на вершину. Нет, 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 только не дракон. Пожойся-то. Не сейчас. Меня здесь нет. Тебе кажется. Это что, легендарный? У него хвост такой же сплошня. Скрытность повышается, горы тварь. Намана, избежали встречи. Погнали. Неплохо сделан, на самом деле. Знаете, такой средневековый стиль викингов-нордов остался. Как и было. Написано в описании, он не загружается вообще никак. Но из-за этого я чувствую, как у меня приседает фпс. Ребят. Это проблема всех домов открытых. Открытых домов без загрузки. И они загрузки-то и нужны, чтобы разгружать внешний мир и загружать внутренний. Но здесь вот фпс, я вижу, у меня просел. Просел. Но все есть для необходимой для твоего бытия в этом доме. Что-то двуручные мечи лежат. А что просто так лежит? Ну, заберу. Сундук. На самом деле, все сделано очень круто было. О, раздвижная... Что? Обалдеть. Но вот тут я впервые вижу. Я кузницу увидел, думаю, кузницу посмотрю, а тут раздвижная дверь. Скорее всего окно, а не дверь, как я там пролезу, если это дверь. Но, опять же, тут есть все. Есть все. Для книг, для вооружения, для масок даже есть. Обалдеть. Обалдеть. Ништяковый такой домик, ребят, если вам нравится, то посетите его. Довольно неплохо. Следующий крутитовой мод, ребят, который вышел совсем недавно, это Элизовская Рим. Если вы не знаете, кто она, то вот, пожалуйста, она обладает могучей силой. Вы сможете ее найти в локации возле Камня Змей. Забыв мне, да, что она здесь стоит. А значит, прогуляемся по этой территории, она... Должна быть... Где-то здесь. Сражается с ледянухами. Ляка-ка. С кинжальчиком, а? Мало не покажется, да? Давай, ставим ставки. Кто выиграет, ледянуха или... Ледянуха. Ну-ка. Я как? Я что делаю? Ага. Опа. Ништяк. Молодец. Красавый, иди сюда. Она на английском, ребят, ее еще никто не перевел из русскоязычных сайтов, поэтому... Вот такие пироги. Follow me. Help me. Yo, fig. Mook. Really? Oh, yes. Some mean white white hat net fat. I know what, what, tab. Ну все, теперь она наша. А? Все? Очень смешно. Ну а с тобой был Джейдон. Ставь свой царский лайк и жмякай на колокольчик. Это не первое и последнее видео. Надеюсь, еще с тобой увидимся. Пока.